с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 29 апреля международный день танца отмечается он с 1982 года в день рождения жанна жоржа новера он поставил больше 80 спектаклей в своем знаменитом труде письма о танце и балетах обосновал принципы балета пьесы который воплощен средствами пантомимы и танца в содружестве композитора хореографа и художника теория подкрепленная практикой приносит ему славу отца современного балета у родившихся на свет в 1686 год в этот мир приходит василий татищев математик историк горный инженер географ политик юрист автор первого научного труда по отечественной истории истории российской самых древнейших времен автор перво энциклопедического словаря и именно он установил границу между европой и азией до этого ее хотели провести по каме или по аби но татищев верно угадал место где надо ставить граничный столб это стоп до сих пор стоит под первоуральском а еще татищи вошел в историю как основатель екатеринбурга 1818 год рождается александр второй будущий освободитель российский император по случаю коронации дает амнистию декабристом участником польского восстания и петрашевцем в 1857 году принимает решение о ликвидации военных поселений в его царствование были осуществлены многие реформы среди которых наверное главное крестьянская в 1861 19 годам он знает пять языков математику физику географию историю статистику и правоведение не забывает и военные науки 1899 год день рождения дюка электо на американского джазового пианиста композитора и дирижера он был создателем самого необыкновенного и большого джазового оркестра в америке на то время 1955 год день рождения актрисы ларисы удовиченко а в 1958 году рождается актриса мишель пфайфер в кино она снимается с конца 70-х но известность приобретает в середине 80-х после съемок фильмах леди ястреб и иствигские ведьмы в 1970 году рождается еще одна актриса ума турман американская в 1970 же рождается андре агаси американский теннисист олимпийский чемпион свое время первая ракетка мира подготовка андре начинается в буквальном смысле с пеленок в трехлетнем возрасте ему приходится тренироваться по 4 часа и наносить почти тысячу ударов по мячу постепенно поднимая нагрузки отец добился того что через пару лет сынишка делал уже 4000 ударов за двухчасовую утреннюю тренировку ну а если вы когда-нибудь держали настоящую ракетку своих руках то вы понимаете насколько это тяжело в 2006 году агаси завершил свою блестящую карьеру события дня 1429 год столетняя война между англией и францией 7000 войска французов во главе с графом дюнуа и жанны дарк входит в осажденный англичанами орлеан их встречают ликующие воины гарнизоны горожане которые буквально измучены 6-месячной осады это была первая военная операция жанны первая важная победа французов в так называемой столетней войне 1913 год рожденный швеции американский изобретатель патентует молнию в ее уже современной форме более ранние версии не имели успеха сегодня эта вещь настолько нам привычная что трудно представить что в обиход она вошла незадолго до войны что-то похожее создавалось еще в девятнадцатом веке но застежку молнию современном варианте создает тот самый инженер-электрик гидеон сунбек канадцы американцы до сих пор спорят какой же стране принадлежит честь изобретения поскольку никак не могут разобраться в какую первую из этих стран он въехал 1923 год основан центральный спортивный клуб армии входил так называемое физкультурно-спортивное объединение вооруженных сил и подчинялся спорткомитету министерства обороны ссср советское время цска включал себя команды практически по всем видам спорта в том числе игровым 27 апреля 1973 в честь 50-летия со дня основания клуб наградили орденом ленина в 1927 году ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создается первый прибор фотографирующий разного рода звуки речь человека биение сердца а в 1936 на московском автомобильном заводе собирают первые автомобили зис 101 два первых автомобиля класса люкс предназначались для высшего руководства страны советскую версию американского бьюика положившую начало отечественным лимузином снабжают восьмицилиндровым 120 сильным двигателем модель производится до 1941 года всего выпускают около 9000 машин в открытую продажу они не поступали но некоторое число передают таксопаркам таким образом любой советский человек мог прокатиться что называется с шиком 1939 год заканчивается выдающийся беспосадочный перелет москва-сша он совершен героем советского союза кокенаки и штурманом гардиенко 1968 на экраны выходит фильм татьяны лезновой три тополя на плющихе статьяны дарониной и олегом ефремовым главных ролях за один год фильм смотрит 26 миллионов человек фильме героиня дарониной поет песню александры пахмутовой нежность очень популярную в те годы финале фильма песня ставший его главной музыкальной темы звучит по радио в исполнении май кристаллинской становится главным хитом этой певицы но еще одно событие 1931 год в ссср проводится первая опытная телепередача да да так давно и студии всесоюзного радиотехнического института в москве в эфир выходит первая опытная телевизионная передача потому что сигнал передают она была в эфире не более минуты но произвела настоящую революцию регулярное же телевещание начинается декабре 1934 года в то время смотреть телепередачи могли в москве нижнем новгороде томске ленинграде однако каждые несколько месяцев теле аудитории присоединялись все новые города но впереди еще была эволюция телевизора с вами был николай пивненко в проекте дата